Пробиться на личный прием губернатору не так просто. Целая команда чиновников отрабатывает сотни обращений вановцев, чтобы выбрать наиболее важные, интересные или те, что не могут решиться на уровне муниципалитета. Павел Коньков впервые лично принимал граждан в роли в Рио главы региона. Анна Кирина – молодая мама из местечка Авдотина. С первого месяца жизни своего сына стоит в очереди на место в детском саду. Ее волнует вопрос возможности строительства в Авдотино еще одного дошкольного учреждения. Воспитатели в детских садах, конечно, говорят, что мест мало. И в основном, если мне идти с ребеночком в детский сад, устраиваться воспитателем, к примеру, то для меня как для воспитателя место имеется, а для ребеночка пока еще нет. Павел Коньков отметил, что к судьбе микрорайона Авдотина неравнодушен. Прожил там 10 лет. Рассказал о планах на реконструкцию деревянного моста, строительство дороги, соединяющий микрорайон с улицей Минской. Отметил, что о проблемах с детскими садами знает. В 14-й школе после ремонта будут открыты две детские группы на 40 человек. Также в этом году из федеральной казны на строительство дошкольных учреждений в регионе выделено 500 миллионов рублей. Вот мы сейчас распределяли деньги на текущий год и приняли решение один из детских садов построить в Авдотино на 220 мест. К Павлу Конькову заявители обратились и по вопросам газификации, и по асфальтированию дорог. Жители зачастую, минуя уровень муниципалитета, ищут ответа у губернатора. Сегодня число обращений в область, наверное, будет расти, потому что, условно говоря, медицина, она перешла с муниципального уровня на областной. Теперь муниципалитет на нее жаловаться бессмысленно. То есть функции пока прирастают. Павел Коньков после приема отметил, что очень рад помочь заявителям. Следующий прием состоится в августе. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.